Обычно так не бывает, чтобы актеры приезжали к зрителям домой. Это еще сильнее раззадорило малышей. Сегодня им можно немного больше, чем в обычном театре. Даже поиграть в ручеек со взрослыми, пока актеры не переоделись. Собравшихся интересует один вопрос. Какую постановку привез театр? Наша сказка в очень интересном народном стиле, с музыкантами, с живым звуком, в красивых народных костюмах. Эту сказку недавно мы показывали в городе Сухума, в Абхазии. Зрителям очень понравилось. Дети были в восторге. Артисты приехали с постановкой Евгения Вильтковского по мотивам народной сказки «По щучьему веленью». Премьерный показ музыкальной сказки состоялся в марте этого года. А теперь герои вышли и на улицы города, чтобы жители смогли приобщиться к настоящему искусству. Братья с ярмарки придут и подарки принесут. В восторге от концертной программы остались не только дети, но и их родители. Посмотрите, сколько сегодня детей, как бы все организованы и всем нравится. Я считаю, что да, конечно, надо это делать, чтобы дети просто так не бегали, а были чем-то заняты. Младших просто развлекают. Старшие в какой-то мере образовывают. Что-то вспоминают, что-то для себя черпают новое. Спасибо ребятам, инициаторам вообще всего этого. Вообще каждый день у нас какие-то новые программы, приходим сюда, первый раз такое видим. Рады, что этим всем занимается земли в театре. Управление культуры администрации Сочи отвечает за 49-летних площадок, на которых проходят массовые мероприятия для детей. Это различные мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству и другим направлениям. Абсолютно все дети талантливые. Главное вовремя определить, куда хочет наш ребенок, в какой области он хочет развиваться. Поэтому мы этому будем всесторонне способствовать. Летние каникулы только начались, поэтому главные приключения еще впереди. Организаторы городского проекта «Площадка нашего двора», ставшего ежегодным, заверяют. В планах есть и другие интересные задумки. Пока их держат в секрете, но артисты планируют продолжить свое турне и в других районах города.